всем привет друзья сегодня расскажу о том как я проапгрейдил свой компьютер и в конце покажу небольшой тест сравнение старого и нового процессора в общем предыстория такая у меня было опять же 400 покупал его давным-давно еще когда он вышел наверное вот особо я сейчас в игры не играю но знаете иногда хочется зайти какое-нибудь новое метро посмотреть что же там сделали мне нравится серия игр метро и все прошел вот или же покататься какой-нибудь нет фарспит новые и поиграв и в первую и во вторую игру тоже я понял что мой компьютер он не способен тянуть сейчас современные игры особенно не for speed hit меня очень правда порадовал в кавычках наверное очень сильно тормозил короче говоря вот и решил что надо что-то поменять сначала думал купить i7 принципе все есть просто поменять процессор посмотрел сколько они стоят на авито i7 6700 начинается где-то 12-14 тысяч можно что-то уже присмотреть но за 4 ядра 8 потоков мне казалось это как-то дороговато значит вспомнил про китайские зионы где-то давным-давно смотрел ролики на ютубе что народ там покупает и всем все нравится погуглил посмотрел youtube пришел к тому что стоит наверное купить зион в общем что я купил приобрел значит я материнку ханан x99 тф вроде бы так называется я сейчас на ребят уже не помню я никакие видео снимать не буду там с покупками просто может быть вставлю какие-нибудь фотографии все это есть в интернете в роликах куча сборок куча видосов если кому-то интересно вы все найдете в общем материнка сказал процессор е5 26 20 в 3 и купил еще кулер снеговик по моему называется за 1000 рублей в общем на самом деле кулер мне не очень понравился и всего из этого он как по мне он тихий но бывали у меня кулера это потише из дешевых я имею ввиду вот в принципе дальше покажу тест сравнение значит ай 5 4 ядерный против е5 26 20 в 3 6 ядер 12 потоков частота 32 сразу расскажу небольшие нюансы есть сравнениях значит и 5 сова соответственно я старым компьютер это сделал xeon на новом и как бы на и пятом стояла 8 ников оперативки 2 по 4 частота 2133 на новой материнке эта оперативка не заработала мне пришлось туда поставить одну планку DDR4 на 8 гигов частота 1866 вот в принципе все изменения в остальном все вроде то же самое жесткий диск и видеокарта остались прежними кстати видеокарта 163 гигабайта я думаю для хита этого достаточно будет и ультра настройки в общем забегая вперед чуть-чуть добавлю и в том и в другом случае были тормоза вообще я думаю что купив новый процессор я избавлюсь от тормозов но нет к моему удивлению они остались до их стало меньше но они остались перекидывал игру на ssd пробовал запускать с ssd и уже тормозов практически не было видать проблемы в жестком диске медленно вот ну и оперативки маловато но я думаю все таки проблемы не в ней было принципе все сейчас смотрите тесты и дальше на канале будут выходить скорее всего пятиминутные ролики какой-нибудь одной игры с тестом зеона вот так чисто ради интереса вот приятного просмотра всем пока а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...